Сегодня у нас в гостях председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. И мы поговорим об итогах всероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Вера Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошло голосование в Ленинском городском округе? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что голосование прошло на очень высоком уровне. Это отметила и вышестоящая комиссия, и вот Элла Панфилова буквально только сейчас нам прислали от нее слова благодарности. За то, что все комиссии отработали в новых условиях, в сжатые сроки, в таком хорошем темпе, соблюдая все эти требования безопасности. На момент голосования у нас к 1 июля, когда мы завершали голосование, было зарегистрировано почти 125 тысяч избирателей, и 80% избирателей пришло на избирательные участки. Очень высокая была активность также и самого 1 числа, 1 июля. К сожалению, как-то, видимо, не все граждане поняли, что они могут голосовать досрочно, и очень много граждан пришло именно выразить свое мнение по поводу Конституции 1 числа. Никаких нарушений у нас за всю избирательную кампанию выявлено не было, жалоб не было, были только обращения граждан, которые быстро комиссии либо сами справлялись, отвечали, либо мы, как территориальная комиссия, им помогали. И вот по итогам такого голосования 75% граждан Ленинского городского округа выразились за одобрение поправок в Конституцию, что непременно, конечно, нас радует, что все настолько глубоко погрузились в эту тему, и все-таки людям не безразлично будущее их и нашей страны в целом. Спасибо большое, Вера Сергеевна. Я напоминаю, что у нас в студии была Вера Маркина, председатель территориальной избирательной комиссии города Видное.